Добрый день, дорогие зрители, с вами снова я, Гайкана Валександра. Сегодня я проведу для вас виртуальный тур по выставке в Центральном городе Компалу под названием «Современное искусство с 1960 года по 2000 год. Перезагрузка». Эта выставка – один из самых ожидаемых проектов Тентьюковской филеи, потому что экспонаты для этой выставки собираются более чем на протяжении 20 лет. И огромный вклад в создание этой выставки, в сыгрании этих экспонатов, внес Леонид Рокович Таучкин. Леонид Рокович Таучкин – это один из самых известных собирателей современного искусства и советского аморгартизма. И сегодня я обязательно покажу вам, что же собрано и показывано в спинах Тентьюковской филеи. На выставке в Центральном городе Компалу представлено более чем 400 экспонатов. Есть и жирность, и графика, и инсталляция, и перформансы. Каждый посетитель найдет себе по вкусу то, что его заинтересует больше всего. Следующий проект – единственная в России институтная по своему масштабу и богатству коллекции – выставка. Выставка этой выставки заключается в том, что все работы соединены, как только общий принцип, сопоставимы и дополняют друг друга. Самое главное, организаторы этой выставки, кураторы, заявляют о том, что те сонаты современного искусства, которые представлены у нас здесь, это больше, чем искусство. Это почти философия. И для понимания философического искусства мы предлагаем вам окунуться в мере дискуссионного клуба, организованного Дмитрием Волковым, бизнесменом и макинатором, который называется «Философия после искусства». В раках работы этого клуба разработаны различные образовательные программы, которые помогут понимать современное искусство на новом уровне, поскольку не стоит забывать, что современное искусство – сложное и многогранное. Каждый раз необходимо понимать современное свое знание, чтобы понимать какой же смысл, доложил автор в тот или иной артопат. Добрый день. Меня зовут Галина Александровна. Я селикова Волкова Сарчанова. Пожалуйста, позвольте с вами визителю вашего клуба. Почему он называется «Философия после искусства». Что вы вкладываете в это, понимаете? Расскажите. Спасибо за интерес. Мы при подготовке визитки, мы много общались с научным делом, мы проделывались в миллереи. Мы не понимаем, как это внести или как внести его. Искусство, как мы говорим, действительно, оно очень сильно отличается от того, чтобы привыкли видеть в миллереи тех самых знаменитых панно-переближников, света и мастер-корту, то есть объекты, которые мы встретили. Иногда мы увидели в каких-то, ну, вообще, часть объектов, в том числе радиообъекты, часть объектов просто переделывали, переработали, трансформировали на старание объектов. Все, все эти объекты могут влиять в некой миллереи. Что они обозначают? Почему они возникают? Понимаете ли вообще это объектный искусство? Да. Поэтому искусствоверные эксперты, поскольку они принестили это в миллереи, признали этот факт, что искусство раздвинуло рамки традиционного жанра и раздвинуло рамки таблет, что оказывается на территории музея. Но это не всегда понятно тем, кто чувствует искусство, более классическое искусство, и хотел бы принимать лучшее современное. Поэтому мы хотели организовать это. Еще одно, нужно сказать, что, в общем, это искусство, современное искусство, искусство времени, оно очень насыщенное ей. Это практически все объекты здесь оцениваются, и можно их оценить в свое время эстетические какие-то красивые или некрасивые. Это язык, это действительно, это символизм. Для того, чтобы их прочитать, необходимо понимать, как это язык. Вы не можете взять одно слово английское какое-нибудь, и если вы не знаете, что оно значит, что оно значит красивое, плохое, хорошее. Это слово нам нужно декоративно только в рамках этого языка, в котором оно существует. Точно так же, как и объекты этого искусства, не существуют вне контекста. И мы попытаемся с помощью культумба восстановить, оживить этот контекст и представить эти работы, как значимые, как некоторые смысловые артефакты, которые не специальны. Позвольте себе допустить мысль о том, что включается современное искусство, сложное искусство, гораздо сложнее, чем предчастие. Ну, классическая музыка тоже довольно сложное искусство. Оно довольно тоже древнее, тоже не современное, но очень часто для понимания измерений классической музыки тоже требуется понимание языка. Просто наше образование построено таким образом, что мы достаточно много общаемся и слышим музыки, поэтому мы с большим пониманием быстрее ее воспринимаем. Более того, музыка, например, легче все-таки направлена на чувственное расстояние, нежне концептуальное современное музыку. Да, оно, наверное, более рациональное, я не сказал, что оно более сложное, потому что эмоциональные какие-то произведения музыкальные, тоже очень сложно понимать, или как баковские какие-то функи, скажем, это сложные полифонические структуры, которые тоже нужно, ну, нужно привлекать с высшительными органами и так далее. Здесь, здесь требуется, здесь сложность именно в том, чтобы понимать рациональное содержание этих произведений. Получается, что вот сложность в том, чтобы понимать философию у нас есть, его эссенции, суть? Сложность в том, чтобы понимать контекст, язык и белословый класс. Спасибо вам большое. Спасибо. Ага, до встречи тогда на телеканале и в последующей середине сайта. Спасибо. Спасибо. Надеемся, вам понравилось наше видео. Напомню, с вами была я, Гарьканова Александра, и канал CSR Channel. До встречи на новых выставках.